Например, зашел, и сидит ученый, и преподает студенты, изучают хадисы. И ты заходишь и говоришь, йоу, вы что тут ерундой занимаетесь? Не лучше ли вам было бы пойти вон и Хуран? Это величайшая наука, она величественнее, чем хадис. Идите, изучите Хуран. То за дело не в том, что ты нравишься кому-то или нет. Родители тоже своих детей любят, но делают им замечания. Так что для кого-то принципиально, что его род был исламским тысячу лет назад. Может быть, для кого-то это принципиально, но что этими людьми движет? Что он хочет этим доказать? Он никогда ведь этого не докажет. Это вещи, которые недоказуемы. Сегодня история – это не точная наука. Это вообще вряд ли можно назвать наукой. Я извиняюсь, если я кого-то из историков, может быть, обижу, но это мое мнение. Просто история – это такая тема, которая… Нет никаких первоисточников у нее. То есть нет ничего того, от чего можно отталкиваться. Поэтому это всегда анализ мнения прежних поколений. И либо ты его принимаешь, либо ты доверяешь тому, что они говорят, либо ты этому не доверяешься. Это такая тема. Поэтому то, что кто-то хочет утверждать, но я тоже могу это утверждать. Я тоже могу сегодня рассказать нам историю, что у меня предки были тогда-то, еще уверовали, встретились с посланником Аллаха. Но от этого ничего не изменится. Наше положение сегодня, которое настолько плачевное, оно от этого не изменится. От того, что кто-то об этом заявит. Факт в том, что действительно наш народ целиком… В наш народ ислам проникал как бы веками. И целиком полностью назвать, чтобы весь наш народ уверовал, мы можем говорить, но это было не так давно. Но я, например, в комментариях читаю такие интересные вещи, что чуть ли мы вообще никогда не были заблудшими. Мы всегда были на истине. Чуть ли когда был ниспослан Куран, когда пророку была ниспослана пророческая миссия, что якобы мы тогда, уже тогда мы были на истине, и когда пришел шариат, мы просто приняли шариат. То есть мы уже были там, мы на истине, мы были единобожники, у нас все было нормально. Мы просто взяли и хопа, просто шариат приняли и вот так вот. Но это же смешно. А куда вы, как вы объясните все вот эти сатанистские непонятные обряды, которые у нас имеются? Как вы объясните воровство женщин, которые практиковались, пока Кадыров его не отменил? Кадыров запретил воровство женщин, за что ему огромное спасибо. Наверное, единственный такой момент, который я могу отметить и сказать, что это его заслуга. Будем справедливыми, хороший момент тоже отметим. Вот пока Кадыров не отменил кражу невест, у нас практиковалось это веками. Объясните мне, если мы все были такими правильными, если у нас все было нормально, откуда это взялось? Почему мы в 21 веке мы воровали женщин? Сколько у нас таких непонятных вещей, которые я сегодня просто не хочу сейчас упоминать, сколько их? Давайте не будем чрезмерно смешные вещи говорить. Аслан пишет. Ассалам алейкум, Тумсо. Откуда ты берешь информацию? Из интернета или кто-то доносит до тебя? Ты можешь ошибаться. Ты не должен говорить про Нохчи. Не позорь нас. Ты не политолог и не историк. Закончи, пока не поздно. Аслан. Алейкум ассалам. Информацию я беру оттуда же, откуда ее берут и все остальные. И те, в том числе и историки, о которых ты говоришь. Но сегодня, хвала Аллаху, это все, все эти источники открыты. И я не знаю, что ты называешь позором. Я думаю, что позором является, когда мы противоречим Курану и Сунне. Вот это является нашим позором. Позором нашим является, когда на нашей земле находятся оккупационные войска. Когда они заставляют нас жить по их законам, подчиняться их конституции, судить между собой по их конституции, платить налоги в их казну. Вот это является нашим позором. А не говорить правду или анализировать историю. Даже если ты в ней, ты сказал, я могу жить. Я не только могу, я ошибаюсь. Я обычный человек. Я не могу не ошибаться. Тем более, когда ты что-то делаешь, что-то говоришь, ты в любом случае ошибаешься. Но этому подвержены все. И это, конечно, проблема, и это нужно исправлять. Но в этом нет позора. Понимаешь? Позор вот в том, о чем я тебе перечислил. Вот там есть позор. А то, что я ошибусь, ну, если я узнаю о том, что я ошибся, если меня кто-то исправит, я буду благодарен, я исправлюсь, иншаллах. Так, теперь пройдемся по чату. Ассаламу алейкум, брат. Ты уже пост закончил сегодня. Как ты думаешь, в настоящее время в стриме есть награда? Не кажется ли тебе, что ты сильно ушел в политику ущерба религии? Хотя все мы такие не лучшие. Таравих. Алейкум ассалам, наиль чужой. Я часто слышу такие вещи, когда люди такое пишут. Конечно, мне не кажется, что я ушел в политику. Политика, правозащита, общественная деятельность – это моя сегодня специализация. Это то, чем я занимаюсь. И я не могу туда слишком уйти. Я там должен быть. Слишком. Я должен в этом постоянно жить, в этом вариться, чтобы быть в курсе и чтобы работать в этой сфере и рассказывать о происходящем вам. Поэтому слишком уйти туда нельзя. Я работаю в этом, и это нормально, это правильно. Когда врач-хирург слишком уходит в хирургию, ему не говорят, ты, по-моему, слишком ушел в хирургию. Он и должен этим заниматься, он и должен изучать эту хирургию, он врач. Как и там, логопед должен заниматься своей деятельностью, инженер должен своей деятельностью. Это нормально. А что касается, не лучше ли Таравех, Таравех, конечно, лучше. Таравех лучше. А еще лучше, чем Таравех, будет Умра. А еще лучше, чем Умра, будет Хадж. И это можно продолжать без конца, понимаешь? Но это неправильно так говорить. Ты подобен человеку, который зашел на лекцию куда-нибудь, в Мединский университет, где, например, идет лекция, ну, на факультет по хадису ты, например, зашел, и сидит ученый, и преподает студенты, изучают хадисы. И ты заходишь и говоришь, йоу, вы что тут ерундой занимаетесь? Не лучше ли вам было бы пойти вон и Хуран? Это величайшая наука. Она величественнее, чем хадис. И здесь изучите Хуран. Но ты будешь неправ, потому что ведь хадис – это тоже наука, которая нужна сегодня нам. Как и нужна наука по Хурану, как и нужны врачи, как нужны инженера и сапожники, и кто бы там ни был. Все это нам нужно. Математики нужны. Поэтому нельзя так рассуждать. Давай вот это оставь лучше, пойди. Тогда в конечном итоге есть что-то самое высокое. Если мы все оставим все-все-все и пойдем все туда, то кто будет заниматься всем остальным? Субтитры создавал DimaTorzok